Новости культуры Новости культуры автор 5 марта 2015 года 2035 Российский Голливуд в Ялте Госсовет Крыма вернул в собственность Республики Ялтинскую киностудию Это одна из старейших студий бывшего СССР На ней были сняты такие знаменитые картины, как Солярис, Человек-амфибия, Кавказская пленница, Остров сокровищ, Пираты Века, Москва, Кассиопия, Черестернии к звездам, сказки Александра Роу Для меня, как и для многих кинематографистов, это радостное известие У Ялтинской киностудии были традиции, причем традиции не только советские, но и дореволюционные И, насколько я знаю историю кино в Крыму, три раза там пытались создать российский Голливуд Хочется верить, что на этот раз получится, минус надеется ректор Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова, ВГИК, Владимир Малышев Александровцы, во имя мира академический ансамбль песни и пляски российская армия им А.В. Александрова выпустил уникальный музыкальный диск, представляющий в исполнении ведущих солистов ансамбля разных лет популярные украинские композиции «Довлюсь я на небо», «Думы», «Мой», «Думы», «Ихав козак за Дунай», «Ничья комиссична» и многие другие В этот непростой период наш главный творческий коллектив выпускает музыкальный диск в поддержку братского народа Украины Надеюсь, музыкальный проект Александровцев послужит возрождению добрых отношений между нашими странами Минус рассказал начальник управления культуры и Минобороны России Антон Губанков Напомним, что в репертуаре ансамбля более 15 украинских танцев и песен, которые коллектив с успехом представляет на своих концертах и в России, и за рубежом Женское лицо воины в преддверии празднования Международного женского дня и приближающегося 70-летия победы в Великой Отечественной войне Центральный государственный архив города Москвы, приготовил к выпуску медиапроект «Женское лицо воины» Виртуальная экспозиция будет открыта 6 марта 2015 года на официальном сайте архива www.gamos.ru Это попытка при помощи фотографий и звукозаписи рассказать о доблестных защитницах нашего Отечества По словам директора архива Ярослава Анопенко, около 800 тысяч женщин воевали на фронтах Великой Отечественной войны, и каждая достойна отдельного повествования Наш рассказ о тех, кто принимал участие в рейдах диверсионных групп и партизанских отрядов были летчицами, санинструкторами, связистами, зенитчицами, снайперами, пулеметчицами, водителями автомобилей и танков служили в медицинских, хозяйственных и штабных подразделениях, минус подчеркнул он В медиапроекте представлено около ста фотоснимков классиков отечественной фотожурналистики В.В. Ахламова, Б.Е. Вдовенько, В.В. Егорова, Г.В. Корабельникова, В.М. Мастюкова, Аиста Нового, М.А. Трахмана, Б.Н. Ярославцева и других Звукозаписи, использованные в проекте, представляют собой фрагменты воспоминаний и интервью ветеранов Великой Отечественной войны Медиапроект подготовлен на основе документов из фондов Центрального государственного архива города Москвы Прочитано 82 раз